В наше современное время выбор профессии стоит очень остро. Новую профессию ищут себе как школьники, так и студенты, так и люди за 30. Кто понял к 30 годам, что их профессия их вовсе-то не устраивает. И наконец-таки они поняли, что тот стереотип, который нам вкладывали с 90-х годов о том, что твоя профессия не обязательно должна тебе нравиться, а главное, ты должен трудиться, трудиться и идти к своей цели. В общем, эта концепция изжила себя и не она, и она особо не работает, так как большого успеха добиваются только те люди, которые горят своей профессией, которые любят свое дело и готовы заниматься своей профессией, если не бесплатно, то даже за небольшие деньги. И вот к 30 годам такие люди обычно понимают, что ту профессию, на которой они учились в институте, она им не нравится, и они хотят найти что-то новое. Также есть люди, которые понимают, что их профессия уже не актуальна, есть новые современные профессии, которые дают дополнительные преимущества и которые намного интереснее. Так что выбор профессии стоит очень остро, и даже многие люди, ошибочно думая, что им уже поздно менять профессию, пытаются выбрать профессию для своих детей, и делают ту же ошибку, которую делали их родители, когда выбирали для них ту же самую профессию. И поэтому это не совсем правильно. В общем, выбор профессии стоит очень остро. Если вы загуглите, то выйдет много постов, всяких записей, скажем так, видео о том, какие профессии стоит выбирать, там топ профессии из современных профессий, топ профессии будущего и очень много различных подборок. Да, конечно, много профессий есть различных, как и маркетинги, да, допустим, так и в самой рекламе. Ну и, конечно же, особняком стоит сфера IT, куда как бы все мечтают зайти, и очень многие рекламируют эту профессию, одну из профессий, которая находится в блоке IT, как ваш последний билет на удачу. Да не совсем так, потому что нужна некая предрасположенность к этой профессии, к блоку профессий из IT-сферы. Я начинал как разработчик сайтов, сейчас я занимаюсь разработкой мобильных приложений, и авторитетно я могу лишь вам рассказать про такую профессию, как разработчик мобильных приложений. В общем-то, на связи Мабу, я рад вас приветствовать на своем канале, и сегодня мы поговорим про профессию мобильного разработчика. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид-разработчиком на актуальных технологиях, и обладать современными скиллами, и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания, и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени, и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Так как я говорил ранее, существует топ основных профессий, которые многие рекомендуют сейчас осваивать. Различные SMM менеджеры, маркетологи, контент мейкеры, ну очень много различных профессий. Дизайн, дизайн очень стоит сильно особняком. Но отдельный блок это IT сфера. Это просто если вы куда не зайдете, вам будут всем предлагать, что это последний ваш билет на удачу, современный мир, любимой профессии. Любую профессию с блока IT сферы нужно любить. Как понять, нравится вам это или нет, просто что-то простенькое сделать. Это единственный вариант. Либо взять небольшой, недорогой курс. Но ни в коем случае не впадать в авантюру и не идти на платный курс с ценником дороже 100 тысяч рублей. Ну все, что дороже 10 тысяч рублей, это все отметаем, потому что это будут просто выброшенные на ветер деньги. Если мы посмотрим на блок IT, то особняком стоят профессии веб-разработчика, разработки мобильных приложений и разработка игр. Конечно, они уже все подразделяются на различные спектры, на различные подразделы. И я лично занимался сначала разработкой сайтов, теперь занимаюсь разработкой мобильных приложений. И я могу авторитетно говорить про две только эти сферы. Но мы сегодня поговорим про разработку мобильных приложений, так как канал, мой канал посвящен именно этой тематике. Действительно, сфера разработки мобильных приложений, она очень сейчас актуальна и очень сильно сейчас развивается. И она очень сильно востребована. И естественно, по всем параметрам она именно входит в категорию современных профессий. Так как она развивается, она актуальна, на нее есть хороший спрос. Она предоставляет различные возможности по занятости. И самое главное, она дает отличные перспективы по удаленной, скажем так, не по удаленной работе, не по удаленной работе, а по удаленному стилю жизни. Это намного важнее. И поэтому эта сфера, она очень симпатична для всех тех, кто ищет себе именно современную профессию. Почему, собственно, развивается эта сфера мобильной разработки? Ну, тут все очень банально и просто. Я думаю, вы во всех разных местах слышали эту концепцию о том, что сейчас у каждого есть свой смартфон. И то, что мы даже недавно делали на ноутбуках, теперь мы можем делать на смартфонах. Конечно, производство контента, производство чего-то мы не можем делать на своих мобильных гаджетах. Но все, что связано с потреблением контента, уже перешло в смартфоны. И любому пользователю проще скачать приложение, нежели все время заходить на сайт. Потому что сайт это то, что есть что-то стороннее в сети. А мобильное приложение это часть вашего смартфона. Смартфон часть вашей руки, рука, естественно, часть вашей жизни. Поэтому мобильное приложение становится частью вашей жизни. И я слышу очень часто много такой концепции, ну вот мне предлагают скачать приложение, а зачем оно мне, может я с этим бизнесом не хочу никак сталкиваться. Ну и с другой стороны я вижу, я очень часто вижу такое сообщение на то, что сайт останется всегда по адресу, а мобильное приложение при смене смартфона нужно переустанавливать. Ну у меня всегда ответ на этот вопрос, на этот вопрос очень простой, что не нужно делать мобильное приложение просто ради мобильного приложения. Нужно, чтобы мобильное приложение предоставляло какой-то сервис, что-то полезное. И как только это, то есть то, чего нет на сайте, и как только вы сделаете мобильное приложение, которое будет предоставлять какой-то именно сервис, и этот сервис будет качественный, нужный вашим клиентам, то тогда просто отпадет вопрос по установке мобильного приложения и по переустановке мобильного приложения при смене смартфона. Это очень важно. Итак, ну в общем-то я кратко обрисовал сферу мобильной разработки, что это мобильная разработка, это разработка мобильного приложения. Мобильное приложение сейчас очень плотно входит в нашу жизнь, поэтому мобильное приложение очень важно. Но в отличие от сайтов, мобильное приложение не нужно каждому, оно нужно только для качественного, хорошего бизнеса. Это и преимущество мобильных приложений на сайтах, то что мы здесь работаем уже с более качественным бизнесом и с более платежеспособными клиентами. Но с другой стороны, русскоязычный рынок не особо подходит под эту сферу, поэтому если вы собираетесь заходить в этот рынок, то готовьтесь работать на европейский, на иностранный, на англоязычный рынок. Дабы сейчас это не так сложно сделать и очень просто это все можно осуществить. Итак, что же делает разработчик мобильных приложений? Он все очень просто, он разрабатывает мобильное приложение. Когда вы заходите в эту сферу, очень остро всегда встает вопрос, а мое ли это или нет? Может что-то другое выбрать? Вы сядьте и задумайтесь, что с помощью мобильного приложения вы можете взаимодействовать с миллионами людей. Миллионы людей смогут скачать ваше мобильное приложение и воспользоваться вашим сервисом. И задайте себе вопрос, вы хотите менять жизнь этих миллионов людей или нет? Вы хотите оставить след в жизни, сделать что-то важное? Если вы хотите, если ваш ответ да, то определенно стоит заходить в эту сферу. Запомните, мобильная разработка меняет жизнь миллионов людей. Ни одна такая сфера не позволит вам сделать этого. Но возможно где-то отдаленно разработка игр может это делать. Но там уже развлекательный контент, поэтому это чуть-чуть другое. Итак, а какие же приложения разрабатывает мобильный разработчик? Ну собственно тут несколько направлений. Это приложения сервисы, приложения для бизнеса и развлекательные приложения. Давайте поговорим подробнее. Самые дорогостоящие по созданию приложения сервисы. Например, вы живете в небольшом таком городке, пусть на 100 тысяч человек, 10 тысяч человек или вообще на тысячу человек. У вас в городке есть, допустим, несколько закусочных, такси, возможно бильярдная какая-то, возможно еще какие-то небольшие сферы бизнеса. И вот у вас такая идея возникла создать некий сервис только для вашего населенного пункта, в котором человек зайдя на этот может выбрать для себя либо доставку еды из какой-то закусочной, шашлычной, вызвать такси или заказать какую-то услугу. То есть это может быть сосредоточено в одном приложении. Это у вас будет сервис. Это сервисное мобильное приложение. Также сервисное мобильное приложение может быть там, допустим, прокат самокатов с навигацией с картой по городу. То же самое, это сервисные мобильные приложения. Они дорогостоящие, их производство стоит примерно от 5-7 тысяч долларов. Но это в самом бюджетном варианте. Так еще дороже. Вообще, если идти в компанию, то там будет от 3 миллионов рублей примерно стоит такое мобильное приложение. Далее, идем дальше. Какое мобильное приложение еще разрабатывается? Мобильное приложение для бизнеса. Что здесь имеется в виду? Ну, тут все очень просто. Это для любого бизнеса нужно мобильное приложение. Например, даже частный мастер по маникюру может использовать мобильное приложение для контакта со своими клиентами напрямую через чат. Либо его клиенты могут, посетители этого частного мастера, могут записываться на прием с выбором конкретной даты, календаря, с просмотром его занятости, подбором услуги. При выборе одной услуги ему можно автоматически через приложение предлагаться по скидке, еще какая-то другая услуга. И, в общем, такой психологический маркетинговый инструмент можно закручивать. Но, опять же, это можно делать, мобильное приложение нужно и для кофейни, и для ресторанов в плане доставки еды, и для пекарни, и для любого бизнеса нужно мобильное приложение. Главное найти пользу, которую будет мобильное приложение давать, в отличие от сайта. Пользу, которая и преимущество. Это очень важно. И очень важно внедрить такое мобильное приложение в точечные маркетинговые инструменты, которые позволят вам улучшить свой бизнес и привлечь, ну и как бы заработать больше, увеличить свои, скажем так, увеличить свою финансовую выгоду. То есть, ваше приложение не только должно круто привлекать клиентов, круто осуществлять сервис, но и также помочь вам развивать ваш бизнес. Это очень важно. Ну и третий вариант, это развлекательные приложения. Тут очень важно делать, конечно же, приложения с детским контентом, различные пищалки, игрушки. Кстати, очень классно еще можно приложение в развлекательных целях не для детей делать, а антистрессы. Различный там человек нервничает, куда едет, передвигая фигуры, что-то пальцами делая. То есть, это вот такой лайфхак, что какие приложения можно делать тоже. То есть, мы определились, что есть три направления. Сервисные мобильные приложения, мобильные приложения для бизнеса и развлекательные мобильные приложения.